грузинская сказка мастер и ученик жил один бедный крестьянин и был у него один сын пристала крестьянина жена научи сына какому-нибудь ремеслу не хочу чтобы оставался не очень как ты не дает жена покоя пришлось крестьянину подчиниться взял он сына и пошел отыскивать какого-нибудь мастера дорогой подошли к источнику крестьянин припал к воде пил пил а как напился поднял голову и воскликнул ах как хорошо вдруг выскочил из воды черт в облике человека и говорит зачем ты звал меня ах кахар это я я тебя не звал я сказал ах какая хорошая вода все равно скажи что за нужда у тебя поведал крестьянину ему свою нужду черт сказал отдай мне сына в ученики год буду учить его через год приходи узнаешь его хорошо нет так останется моим не тронь его у черта было много таких учеников за год он так изменял их что родители не узнавали своих детей и они оставались навсегда в услужении у черта крестьянин не знал этого и согласился оставил сына черту и вернулся домой прошел год пришел отец за сыном а черта дома нет видит крестьянин во дворе много юношей в возрасте его сына но сына среди них нет приумел отец не узнаю уж видно подумал он тут подходит к нему один юноша и говорит это я отец сейчас придет наш хозяин обратит нас всех в голубей как будем улетать я полечу впереди всех а полетим обратно я отстану спросят тебя хозяин который твой сын ты укажи на меня обрадовался отец ждет мастера с надеждой появился мастер обратил всех учеников в голубей взлетели они на глазах у крестьянина полетели голуби обратно а сын крестьянин отстал летит позади всех но узнай который твой сын говорит черт крестьянин тотчас указал на последнего голубя рассердился черт понял что ученик сам научил отца но что было делать пришлось вернуть сына крестьянину идут отец сыном чему же научил тебя мастер спросил отец только он проговорил это как сын прыгнул в колючий кустарник оттуда выкатилось золотое яйцо погнался старик за яйцом а она в колючке и не видно нет у тебя счастье вот совсем близко было золотое яйцо да закатилось в колючке только проговорил это отец сын прыгнул в кустарник а по земле побежал и переливал его из золотая курица погнался за ней старик не догнал а сын опять к нему возвратился эх нет у тебя счастья вздохнул снова старик и вдруг видит бежит золотой заяц погнался за ним заяц тоже в кусты оттуда уже сын выходит рассердился старик чему же учил тебя мастер как счастья тебя и нет а ушло счастье ты тут как тут не посердись отец сказал сын и золотой заяц и золотая курица и яйцо это все был я обрадовался старик и пошли они дальше вышли в поле видят князья охотятся напустили на одного зайца уйму гончих да никак не поймают говорит сын отцу ты иди лесом выгони зайца я превращусь в гончую и на глазах у гнезей поймаю его пристанут тебе князья будут просить продать меня ты долго не соглашайся запроси побольше любую цену дадут потом я улучшу время сбегу и догоню тебя так и сделали отец пошел в лес выгнал зайца сын превратился в гончую погнался за зайцем и на глазах у князей так ловко схватил его что князья чуть с ума не сошли бросились к отцу кричат хочешь не хочешь продавай собаку христианин долго отказывался но когда уж очень подняли цену согласился взял деньги и отдал собаку взяли ее князья на цепь и повели спугнули князья другого зайца и напустили на него новую гончую и та погналась за зайцем отбежала подальше и скрывшись глаз новых хозяев обернулась за пять юношей сын скоро догнал отца идут отец с сыном надо еще как-нибудь денег достать сказал сын идут видят другую группу князей эти соколиной охотой заняты напустили на фазаны соколов носятся те никак не поймают обернулся юноша соколом взыграл сокол на глазах у всех князей схватил фазана с ума посходили князья так им сокол понравился кричат крестьянину хочешь не хочешь отдавай сокола крестьянин и тут поприжал их хорошенько а когда набавили цену князья отдал сокола и отправился домой князья дорогой напустили сокола на другого фазана полетал полетал сокол отлетел подальше скрылся с глаз новых хозяев опустился на землю обернулся человеком и стал догонять отца идут отец с сыном несут деньги но сыну все кажется мало вот и говорит он отцу я стану конем садись на меня поезжай в город и продай помни только не отдавай меня пестароглазому человеку а если отдашь продавай без узды не то знай погубишь сказано сделано обратился сын прекрасным конем сел отец на него и погнал к городу набросились на коня покупатели и больше всех один пестароглазый торгуется навалил золото столько что совсем коня золотом засыпал не удержался старик продал коня пестароглазому взялся тот за узду а отец не отдает пестароглазый а это был черт поднял тот крик как это за такую цену и без узды отдавать коня что делать пришлось отдать и узду сел на коня черт погнал его не едет летит от радости что так легко вернул своего ученика приехал домой загнал коня в конюшню и накрепко запер его затасковал ученик видит помощи неоткуда ждать идет время ничего не может придумать однажды заметил он в темноте луч солнца пригляделся видит в сене маленькая щель обернулся мышью и вылез увидел это хозяин обернулся кошкой и погнался за мышью бежит мышь гонится за ней кошка вот-вот догонит а мышь обернулась рыбкой и шмыг в воду хозяин сетью бросился за ней плывет рыбка настигает ее сеть тут рыбка обернулась фазаном и взвелась в небо Коршуном понесся за ней хозяин Летит фазан, догоняет его коршун Вот-вот вонзит в него когти Ученик оборотился к красным яблокам И упал прямо царю в корзинку А черт обернулся ножом в руках царя Только собрался царь разрезать яблоко Как ученик рассыпался зерном Черт превратился в наседку с цыплятами И стали они клевать зерно Все зерно было выклевали Только хотела на сетках клевать последнее зернышко Как покатилось оно иголкой Тотчас в ушко проделась нитка Обкрутилась нитка вокруг иголки Вот-вот закрепит ее А иголка прыг в огонь и прошла через него Нитка сгорела, а игла вышла из окня, как была Так уничтожил своего хозяина ученик Избавившись от черта, юноша пошел к отцу И зажили они вместе счастливо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok